Рассказывать об истории и достижениях Института управления экономики и финансов КФУ можно очень долго. Его не зря называют престижнейшим институтом Казанского федерального. К тому же он является одним из ведущих российских центров экономической науки. И именно там каждый получает высшее экономическое образование международного уровня. Начинающие специалисты готовы эффективно решать сложнейшие задачи менеджмента, финансов, кредита, бухучета и аудита. Не только на словах, но и на деле. Наш институт имеет, я считаю, свою изюминку, потому что готовя специалистов по территориальному управлению, мы занимаемся и географией, в том числе эконом-география тоже у нас присутствует, и также природопользование и водопользование, а также ландшафтный дизайн. То есть вот эти вещи, которые развивают территорию. А то, что касается последнего, вы видите, как много уделяется в развитии городов, теми, парков, садов и водоохранных зон. То есть это все как бы тоже готовится у нас. В институте студенты ведут научно-исследовательскую работу по фундаментальным направлениям и проблемам рыночной экономики. Важно и то, что результаты их исследований находят применение в экономике и в практической жизни. Однако пополнить ряды будущих экономистов и бухгалтеров республики не так просто, как хотелось бы. Институт всегда отличался большим конкурсом. Поступить сюда смогут сильнейшие из сильнейших. Даже я, когда поступала в 1981 году, это было непросто. Конкурс всегда был достаточно высокий. И я думаю, что сокращение бюджетных мест в этом году также повысит конкурс. Ну, по бакалавриату я хочу сказать то, что всех интересует. 25 бюджетных мест на экономике, 25 бюджетных мест на менеджменте, 25 бюджетных мест на госмуниципальном управлении. Есть 20 мест на географии и 20 мест на природопользовании, на природопользовании. В общем-то, вот такие места. Уже давно не секрет, что поступить и выучиться на экономиста нелегко. Но это того стоит. Специалисты в этой области по-прежнему остаются востребованными не только в России, но и во всем мире. Бухгалтеров хороших как не хватало, так и не хватает сейчас. То есть профессионал востребован везде. Вопросы трудоустройства решаются самими ребятами. Конечно, той системы распределения, которая была в советские времена, она отсутствует. Но все ребята у нас находят работу. И если человек не находит работу сразу после выпуска, это не говорит, что его не берут. Он просто, зная себе цену, подыскивает место. А особенно ребята со знанием английского языка, они, очень много наших выпускников, работают в зарубежных представительствах, как то Икеа, Кока-Кола. Но это не значит, что они там на кассах. Они не на кассах сидят, они работают именно в аналитических управлениях, в менеджерском составе. Сдать ЕГЭ на высокие баллы – это только начало сложнейшего профессионального пути. Будущему экономисту придется много работать с большим количеством информации. Развивать экономическую память, научиться грамотно излагать мысли и доказывать свою точку зрения. Безусловно, обучаться в Институте управления экономикой и финансов КФУ – дело не из простых. Это образование значимо в обществе. И спорить с этим, конечно, не приходится. Аделя Мухаммедшина, Ильшат Хусайенов, Универньюз. Ильшат Хусайенов, Универньюз.